Хорошо, друзья, все, значит, Коэлит, Коэлит, восьмая глава, буквально мы сегодня, так как я сейчас в аэропорту, стою тоже в запрещенном месте, поэтому мы сегодня коротко, четко и быстро узнаем очень важные какие-то вещи, сегодня у нас такие вещи. Значит, говорит царь Саламон, мы остановились на том, что, давайте еще раз сначала, как он начинает, кто мудрец и кто знает суть вещей, это вопрос риторический, только Всевышний знает по-настоящему суть вещей, все остальное это наши с вами домыслы. Но есть мудрецы, которые больше знают, чем остальные, и, значит, это как бы первое, да, то, что мы, к чему мы пришли. Значит, кто как мудрец, который знает суть вещей, спросил царь Саламон. Второе, он говорит, я, значит, говорю вам так, что слова Всевышнего царя, значит, сохраняй и, значит, не переступай клятву Всевышнего, потому что Всевышний поклялся, как будет мир устроен, то есть его слова Всевышнего там и будет свет, это появился свет. То есть, как бы в человеческой концепции мы словами устанавливаем какие-то правила, да, вот будет так или будет так, это называется так, это называется так, а вот это я опишу вот так свое чувство, а вот это чувство я опишу по-другому. То есть мы словами, мы тоже создаем свою реальность и обмениваемся друг с другом этой реальностью. Но Всевышний у него не так, он словами создает объективную реальность, то есть образно его слова, это и есть его воля, которая сотворяет объективную реальность, законы природы, законы химии, физики, психологии, социологии и всего. Дальше царь Саламон говорит, что не спеши и не стой на плохих словах и плохих делах, потому что Бог все, что захочет, сделает. То есть ты не можешь остановить вот эти все законы природы. И вот сегодня четвертый отрывок. Башер давар мэлэх шинтон, что слова царя это власть. Умио марлуматасеи, кто Богу скажет, что делать. То есть когда мы видим какие-то наводнения, войны, ураганы, коронавирусы и так далее, это все следствия, это все, как сказать, процессы, назовем это процессы, которые вызываются, опять же, людьми, нами вызываются эти процессы. Но делает эти процессы Всевышний, хозяин мироздания. Дальше он нам дает совет. Шумер митсва лои да да варара. Тот, кто соблюдает заповедь Бога, он не будет знать ничего плохого. То есть когда ты делаешь заповедь, то ты в этот момент полностью сливаешься с волей Творца Мироздания. А так как есть аксиома, в которой согласны все, и верующие атеисты, и верующие физики, и верующие биологи, все верующие в разные теории люди, они все согласны с одной идеей. Идея такая. Этот мир, материальный мир, он работает на причинно-следственных связях. Есть закон сохранения энергии, есть вот эти все, знаете, такие метафоры. Бабочка в одном конце мира крылом махнула, в другом конце мира там последствия дошло до другого конца мира. То есть с этим все согласны, что в этом мире любое действие вызывает какое-то последствие. И вот здесь он говорит, что мэр Митсва, царь Саламон говорит, тот, кто сохраняет приказ Бога, заповедь Бога, повеление Бога, не будет знать давара раб, потому что приказы Бога, Творца Мироздания, это объективное добро. Получается, что когда я выполняю приказ Бога, он, ну то есть не может случиться здесь зла, потому что это и есть объективное добро. Ну мы видим, то есть обычно это, как это люди понимают это, да, религиозные люди. Вот, например, человек едет, летит куда-то. Второй человек, который его близкий, ему говорит, смотри, я тебе даю сейчас там 10 долларов, вот там, куда ты прилетишь, приди в синагогу и положи их в купат-здока, тогда ты, получается, шалих Митсва, ты тогда являешься на задании, ты выполняешь заповедь. А написано, сказал царь Саламон, что шумер Митсва, тот, кто сохраняет заповедь, лоида даварара, с тобой ничего не случится, ты под защитой. Под защитой, значит, Всевышнего, потому что ты выполняешь сейчас заповедь. И так обычно делают, так обычно делают, когда вот сейчас, я, например, провожаю, у меня сейчас жена улетает куда-то, я сейчас ей тоже блинэдер, блинэдер, это без обета, потому что когда любые вещи связаны с заповедями, нужно всегда добавлять без обета, чтобы это не стало, как обещание перед Богом. Но я сейчас вот проведу урок, пойду, она уже пошла регистрацию проходить, и блинэдер, я ей дам денежку и скажу, что ты посланец Митсва, а теперь ты, значит, едешь шумер Митсва, лоида даварара. Но есть продолжение этого отрывка. Почему иногда случается с людьми, которые выполняют заповеди, случаются какие-то в материальном мире проблемы? Вэт Мишмат еда лев хахам. Срок суда знает сердце мудреца. Например, идет человек в Валенсию, едет, и у него в кармане тзнака. Но по каким-то более глобальным законам на Валенсию в это время пошло наводнение. Теперь этот человек, у которого тзнака в кармане, он полагается на первую часть отрывка, что тот, кто выполняет заповедь, не будет знать ничего плохого. Но если у него унесло чемодан, если его смыло там, с него, что-то смыло с него, да, он потерял какие-то деньги, он не должен возмущаться, потому что вторая часть отрывка говорит, срок суда знает сердце мудреца. Мудрец знает, что процессы в этом мире идут с задержкой, как вода в душе. Ты приходишь в душ, открыл воду горячую, а течет холодно, ты усилил горячую, опять холодно, усилил до конца, как пошел кипяток. То есть идет с задержкой вода, не сразу она идет, правильно? Также, когда ты выполняешь митцву, ты в этот момент, в этот момент ты закладываешь только добро. Ты как бы шнешь сигнал в духовный мир, программу добро, и оно к тебе обязательно вернется. Но то, что сейчас тебя может догнать срок суда за прошлое, тоже может быть, потому что здесь идет абсолютно нужно понимать. Каждая заповедь создает, как говорят, доброго ангела программу, да? Ты каждой заповедью, добрым делом, уроком Торы, ты создаешь такое позитивное облако в духовном мире. Каждым негативным действием ты создаешь негативное облако. И вот он дальше говорит. Телеколь хефетс, есть эту мешпат. Каждому желанию, хефетс это и предмет и желание. Телеколь хефетс, каждому предмету и желанию есть срок суда. Ти, Раад, Адам Рабаалав, что зло человека умножается на него. То есть накапливается Накапливается облако Вот это облако, человек одно сделал Дело плохое, второе, тут не так сказал Тут не так посмотрел Тут обидел, тут украл Тут значит Ну и так далее, там у каждого есть свои Какие-то сбои Но Всевышний Милосердный Это облако, оно как, знаете, как дождевое облако Оно копит, копит, копит Копит, копит, копит Потом, опа, мы должны знать Шестой отрывочек Каждому желанию Каждому поступку Есть срок и суд Ти рад, потому что Зло человека, раба лав Умножается на него, и как только накопилось Пошел дождь на Валенцию Ти эйнэйна Юдеа маше и е Что человек не знает, что будет То есть он не знает, что будет Мы делаем поступки Делаем добрые, не очень Средние Такие, такие, такие Ти эйнэна юдеа маше и е И когда это случается, кто ему скажет за что Вот часто бывает, знаете, человек, он Там, что-то с ним случается Но я думаю, что у многих людей Есть эта привычка За что это мне? Почему это мне? Что является причиной? То есть человек пытается найти причину Причино-следственные связи Понять Откуда это? Почему? И это полностью по Торе В Талмуде написано Если пришли к человеку страдания Значит и фешвеш бы маасав Проверить свои дела Фешвеш проверил и не нашел Значит мало учил Торы Не знаешь законы Не понимаешь, где ты ошибся Вот прям ошибся А ты думаешь, не ошибся То есть надо проучить законы Понять, как оно работает Что такое добро, что такое зло Как поступает в каждой ситуации Не знаю человек, что будет Потому что мы закладываем сейчас Основу своих будущих дней Месяцов, годов и вечности То есть мы закладываем Своими сегодняшними поступками То, что уже было Мия Гитлок Кто скажет ему расшифровку То есть могут предполагать люди Могут думать за что Почему, как Почему это пришло Почему пришла катастрофа Почему в Польше уже к тому моменту Из еврести и дети Только 10% учились в религиозных школах А 90% учились в школах Уже в польских, христианских И оставили дат Да, религию Почему там Ну и так далее Можно много предполагать Но мы не знаем По факту, пишет царь Салмон Мы не знаем Причина следственной связи В этом мире мы можем отследить Да, что Тут потер, тут температура Тут шаром ударил Биллиардом Есть шутка такая В НЛПе, в нейро-лингвистическом программировании Они говорят так Что предсказать поведение предметов Очень легко Зная законы Причина следственных связей То есть, если точно хорошо знать физику И знать все там составляющие То можно просчитать Траекторию биллиардного шара Если ты бьешь по биллиардному шару И знаешь сопротивление материала Все законы Ты можешь просчитать Как он отскочит от бортов И куда он потом покатится Но, говорит, если ты кидаешь кошку Кидаешь кошку живую То ты не знаешь, куда она полетит Потому что кошка У нее есть возможность в полете Менять траекторию Менять положение своего тела И ты не можешь просчитать кошку Также, тем более Мы не можем просчитать ангелов Потому что каждым добрым делом Мы создаем ангела программу И каждым плохим делом Мы создаем ангела другую программу И как был сон Якова Когда ему Всевышний открыл Как работает мир Он спал и видел лестницу Уходящую в небо И ангелы по ней поднимались Это слова и поступки И ангелы по ней спускались Это события, люди, знаки И так далее То есть так работает мир Значит, дальше он продолжает Пятый отрывок восьмой главы Не пятый отрывок Это уже восьмой отрывок Он говорит так Не знает человек Человек не властвует над своим духом Чтобы остановить свой дух То есть, когда человеку приходит время Как испустить дух Умирать То человек, он уже не властвует Он часто даже и без сознания Или в коме Нет у тебя власти над днем своей смерти Нету никакого Ты не можешь во время войны Остановить процессы, которые идут То есть, ты внутри войны Там бомбы, ракеты и так далее То есть, нету человека уже власти Над вот этими вот событиями Которые больше, чем он Смерть День смерти Близко к смерти Война, когда люди умирают И вот тут прямо из этой формулировки Следует, что не спасет Злодейство своего хозяина Тот, кто его сделал Что имеется в виду? Значит, вот знаете, как есть На кошку вешают такую проволоку На проволоку мышку И кошка все время прыгает за этой мышкой Пытаясь ее поймать И не может ее поймать Потому что мышка прикреплена На веревочке, на палочке Которая у нее на голове Или ослику вешают морковку Тоже на палочку И он все время ее гонится Но не может поймать Потому что морковка на палочке Также человек, который создает зло Он от него не спасется Зло, оно к нему прикреплено Это то зло, которое Которое он создал И оно с ним связано И пока единственный способ От него открепиться Это лягзор битшуа Это раскается Это раскается И по правильному протоколу раскаяния Значит, раскается Взять на себя обязательства Вслух сказать Ведуй Тогда можно стереть это зло Так оно прикреплено к хозяину Кто его создал Этколь зераити ванатун этлеби Шломамелых царь Самон говорит так Что все это я видел И, значит, дал я в сердце своем Да, он все это переваривал Он был исследователь Он все свои вот эти вот идеи Которые он формулировал Он проверял Он говорит Я проверил Вот все вот эти вот идеи Которые есть у меня в сердце Над всеми делами Которые происходят под солнцем Время, которое властвует Человек над человеком Идет во зло ему Возвращается ему во зло Что имеется ввиду? Значит, люди в этом мире Они, как бы, есть иерархия Каждый пытается Залезть на высшее положение Какое-то в обществе И раньше это было просто Необходимо для выживания И для выживания Потому что раньше была Очень жесткая иерархическая система И получалось, что Человек, который Который находится там Раб какой-нибудь Или там касты неприкасаемых То есть у него была Очень тяжелая жизнь Ему тяжело было выживать И люди пытались Залезть там из рабов Стать свободными Из свободных стать Еще какими-то более свободными Это был вопрос выживания Вот эта система Она в человеке выстроена Значит, раньше она была Намного жестче, чем сейчас Но сейчас тоже осталась Очень жестко Когда человек Властвует над другим То в любом случае Тот, над кем властвует Он чувствует над собой давление И раз он чувствует над собой давление То он может быть недоволен Даже ему платят зарплату Даже ему К нему хорошо относится Но он все время Как бы чувствует Что вот меня подавляют Я же человек По образу подобия Бога А как меня подавляют И вот он, значит Такой человек Он Обижается Поэтому быть Властителем Это очень тяжелая Позиция Йосеф Он был праведник Который Йосеф Из 12 братьев В Египте Он был 70 лет Премьер-министр 80 лет Он умер раньше Чем все братья То есть Властвовать Быть менеджером Быть руководителем Быть правителем Это самая плохая Позиция в мире Посмотрите на Трампа Покушение Посмотрите на Байдена Все его ненавидят Посмотрите на Всех остальных правителей То это люди Которых Или убивают Или же Сбрасывают с престола Или они потом Очень плохо заканчивают В большинстве случаев Поэтому Царь Самон Нас предупредил Что тот Над кем властвует Это ему нехорошо И тот Кто властвует Ему это тоже нехорошо Исходя из всего Что мы знаем Что все возвращается И последнее Сегодня Из книги Хэппинес 30 урок 30 урок Называется Твой удивительный мозг Говорит нам Автор книги Что человек Обладает Обладает Невероятным мозгом Который Просто Это самая мощная Самая крутая Самая Совершенная машина В мире Если ты свой мозг Любишь Уважаешь Благодаришь То он дает тебе Еще больше Ни в коем случае Нельзя ругать себя Вот я тупой Память плохая Ничего не помню Это прям запрещено По Торе Нужно наоборот Благодарить Свой мозг За прекрасное восприятие За хорошую память За возможность думать Чувствовать Говорить Понимать И так далее Если мы благодарим Свой мозг И при этом Тут есть один нюанс Отделяемся Мозг это машина Я это душа Мозг обслуживает меня Я это вечная душа А интеллект Это машина Которую зарядили Знаниями Окружающие люди Воспитатели Сейчас мы Нам повезло Дозаряжаем Эту машину Знаниями Царя Соломона Торы Самая высшая Божественная мудрость Но ум при этом Это не я Это мой ум Это мои знания И вопрос Какие знания Я выбираю Какие намерения Я выбираю И за все это Нужно благодарить Свой ум Потому что Если он сейчас Дает вам Тору Если он сейчас Дает вам возможность Перестраивать себя Осознать Понять Нужно с утра Просыпаться И прямо его благодарить Это 30-й инструмент Счастья По системе По системе Зелик Тлистин Книга называется Хэппинес Которую мы изучаем Все Спасибо вам огромное Побежал Провожу жену Дам ей сейчас Здаку Чтобы она передала Ее в месте назначения И с Божьей помощью Блинедер Блинедер Без обета Всегда говорите Если дам Здаку Без обета Помогу тебе Без обета Не обещаю Помолюсь Без обета То есть Нельзя брать на себя Обеты перед Всевышним Но если взял уже То это личный договор С Богом И держитесь Все Всем удачи Успехов Спасибо что дождались Извиняюсь за то Что сегодня позже Завтра с Божьей помощью Постараюсь В 10 Вовремя Без обета Хорошего дня Чтоб Всевышний Благословил всех Друзей Вайкра Партнеров Вайкра Спонсоров Вайкра Все кто приходит На наши уроки Всех хороших Добрых людей в мире Чтобы Всевышний Дал свет Силу Добро Шалом И все что нужно Для этого Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok